Северный фронт Северный фронт Я решил прорваться через все большевистские заставы И лично встретить подходившие, как мы думали, войска Я приказал подать мой превосходный открытый дорожный автомобиль В момент самого выезда Ко мне явились представители английского и американского посольств С заявлением, что представители союзных держав Желали, чтобы со мной в дорогу пошел автомобиль под американским флагом В Гатчине Мы въехали прямо под ворота дворца к подъезду коменданта Продрогли во время этой бешеной гонки до мозга костей Узнав к нашему величайшему удивлению о том, что никаких эшелонов с фронта в Гатчине нет И никто тут об них ничего не слышал Решаем сейчас же ехать к Луге А если и понадобится, то до Пскова Я собирался сесть завтракать в моих комнатах в кухонном каре Гатчинского дворца Как во двор влетел автомобиль с английским флажком Приготовленный к серьезным событиям на этот день, я не был слишком удивлен Когда мне доложили, что приехал Керенский, бежавший из столицы Он вошел к коменданту Гатчинского гарнизона, полковнику Свистунову Занимавшему несколько комнат в нижнем этаже Позавтракав у Свистунова, Керенский в другом автомобиле пустился в дальнейший путь по направлению к Пскову Где стояла под командой генерала Краснова кавалерийская дивизия из донских казаков С этой минуты, находившийся на моем попечении дворец, попадает в орбиту политических событий 25 октября я получил телеграмму Первую донскую дивизию спешно отправить в Петроград В Петрограде беспорядки, поднятые большевиками Но откуда же при теперешней разрухе я подам спешно всю дивизию к Петрограду? Тем не менее, 9-й полк направил к погрузке в вагоны Послал телеграммы в Ревели-Новгород о сосредоточении к Луге Откуда решил идти по ходам? Сам поехал в Псков Просить начальника штаба и начальника военных сообщений ускорить все эти перевозки В штабе я нашел большую тревогу Тихо, шепотом передавали, что временное правительство свергнуто И не то разбежалось, не то борется в зимнем дворце, отстаиваемой юнкерами Вся власть захвачена советами с Лениным и Троцким во главе Вернувшись из Пскова, я напечатал приказ Где полностью передал телеграмму Керенского Призвал казаков к уверенным и смелым действиям И послал приказ с Нарочным в Ревель и в Новгород После чего поехал на станцию Остров Где уже был погружен штаб 1-й Донской дивизии Лошади и казаки Отдал ряд распоряжений относительно остающихся частей И в 11 часов ночи прибыл на станцию Лошади погружены? – спросил я Погружены? – Значит, можно ехать? Нет Комендант станции говорит, нет разрешения выпустить эшелоны Я соединился со Псковым В чем дело? Главнокомандующий Северным фронтом Приказал выгружать дивизию и оставаться в острове Я послал за автомобилем Сел в него и погнал в Псков Не стоит описывать нашу безумную погоню За неуловимыми эшелонами с фронта Которых мы так нигде и не нашли Вплоть до самого Пскова Тут я узнал, что все сведения из Петрограда самые мрачные Что в самом Пскове уже действует большевистский военно-революционный комитет Что в руках у этого комитета Подписанная прапорщиком Крыленко и матросом Дебенко телеграмма О моем аресте в случае появления в Пскове Сверх всего этого я узнал и еще худшее Что сам Черемисов делает всяческие авансы революционному комитету И что он не примет никаких мер к посылке войск в Петроград У меня не было никаких колебаний Я должен вернуться в Петроград хотя бы с одним полком Я решил немедленно ехать в штаб-квартиру 3-го конного казачьего корпуса в остров А если и там ничего не выйдет Продолжать путь в Ставку в Могилев Позднюю глухую ночью я приехал в спящий Псков В штабе никого Пошел к главнокомандующему Меня провели в его кабинет Минут через десять дверь медленно отворилась Черемисов вошел и посмотрел на меня Временного правительства нет Сказал он Я вам приказываю Выгружать ваши эшелоны и оставаться в острове Все равно вы ничего не сможете сделать С моим начальником штаба пошли к Вайтинскому К комиссару Северного фронта Он тщательно запер дверь и таинственно шепотом сказал Вы знаете Он здесь Я не понял о ком он говорит и спросил кто он Керенский Он тайно только что приехал из Петрограда Вырвался на автомобиль Я скажу вам его адрес идите к нему Квартиру полковника Барановского у которого был Керенский Искали долго Нашли в ней много неспящих людей Суету, без толчь, воспаленные глаза, бледные лица И самого Керенского Не Наполеон Но безусловно позирует на Наполеона Слушает невнимательно Будто не верит тому что ему говорят Несмотря на повелительность тона и умышленную резкость манер Чувствуется какой-то нервный надрыв Ненормальность Он спросил Генерал Где ваш корпус? Он идет сюда? Он здесь уже? Близко? Я надеялся встретить его под лугой? Я доложил о том, что части разбросаны по всему северозаводу России И их раньше необходимо собрать Двигаться малыми частями безумия Пустяки! Вся армия стоит за мной против этих негодяев Отвечал Керенский Я сам поведу ее, и за мной пойдут все Скажите, что вам надо Я стал диктовать Барановскому Где и какие части у меня находятся И как их оттуда вызволить Ну вот, генерал, довольны? Сказал Керенский Да, сказал я Если это все соберется Петроград будет занят и освобожден от большевиков Куда вы, генерал? Спросил Керенский В остров Двигать то, что я имею Чтобы закрепить за собой гадчину Отлично! Я поеду с вами Соберите к 11 часам дивизионные и другие комитеты Я хочу поговорить с ними Весть о том, что Керенский в острове Сама собой распространилась по городу Улица перед собранием стала запружаться толпою Явились дамы с цветами Явились матросы и солдаты морского артиллерийского дивизиона Стоявшего в предместе острова Я поехал с ним в собрание Я предложил ему чай и закусить А сам поставил часовых у дверей дома Вызвал в ружье енисейскую сотню И пошел доложить Керенскому, что комитеты готовы Керенский спал, сидя за столом И при моем входе сразу проснулся А, хорошо, сейчас иду А потом и поедем Сказал он Я никогда не слыхал Керенского Может быть, потому я слишком много ожидал от него Это были истерические выклики Избитые лозунги Русский народ самый свободный народ в мире Революция совершилась без крови Безумцы большевики хотят полить ее кровью Когда Керенский кончил Раздались довольно жидкие аплодисменты И сейчас же Раздался полный ненависти голос Товарищи Перед вами новая корниловщина Помещики и капиталисты Я послал вывести оратора И уговорил уйти Керенского Я вызвал со станции конный взвод 9-го Донского полка Для конвоирования автомобиля И приказал на станции выставить почетный караул Почетный караул сделал свое дело Пшенели сверкали георгиевскими крестами и медалями На приветствие Керенского дружно гаркнули Здравия желаем Господин Верховник Главнокомандующий А потом прошли церемониальным маршем Тщательно отбивая шаг Наши автомобили пошли к станции Напутствуемые ревом и угрозами разнузнанной солдатчины На вокзале Новые серьезнейшие затруднения Псков Под разными предлогами Чтобы парализовать наше начинание Не давал пути нашим поездам Только мое личное присутствие среди войск В конце концов помогло устранить препятствия Мы Сели в вагон Паровозы вокруг свистели Маневрировали Но наш вагон никуда не прицепляли И никуда не двигали Я вышел и пригрозил расправой Полная угодливость в словах И никакого исполнения Добровольно Никто не хотел исполнять приказания Керенского Командир Енисейской сотни Исаул Коршунов Служивший когда-то помощником машиниста Стал на паровоз с двумя казаками И дело пошло Зная настроение Псковского гарнизона Я приказал набрать воды перед Псковом И проскочить полным ходом И Псков пассажирский И Псков товарный Оказалось не напрасно На станции громадная В несколько тысяч толпа солдат Поезд ускоряет ход И станция забитая серыми шинелями Уплывает за нами Я задремал Дверь купы распахнулась Я открываю глаза В дверях Керенский С ним политический комиссар Капитан Кузьмин Генерал Торжественно говорит мне Керенский Я назначаю вас командующим армией Идущей на Петроград Поздравляю вас генерал Командующий армией Идущей на Петроград Всего 700 всадников Меньше полка нормального штата Мне смешно Игра в солдатики Как она соблазнительна С ее пышными титулами и фразами Бледное утро смотрит в окно Серый тоскливый осенний день Мы стоим на Гатчине товарной Я приказал выгружаться Имею целью захватить Гатчину врасплох Послал разведку в город А сам сотнями выдвинулся На Петербургское шоссе В Гатчине тихо Гатчина спит Разведка донесла Что на Балтийской железной дороге Выгружается рота Только что прибывшая из Петрограда И матросы Посылаю туда сотни И сам еду с ними Рота выстраивается на перроне Развернутым строем Представляя собой громадную мишень Я приказываю снять одно орудие С передков и ставлю его на путях От пушки до роты Не более тысячи шагов Человек восемь казаков бегут к роте Короткий разговор и рота либгвардии Измайловского полка И команда матросов Сдают ружги Я отпускаю их на все четыре стороны Мне их некуда девать И некем охранять Керенский вернулся в Гатчину В сопровождении кавалерийской дивизии Из окна билетажа Я увидел Керенского Входящего в ворота кухонного коре С видом Наполеона Заложив руку за борт Военной тужурке Он попросил отвезти комнаты для себя И своей свиты Перспектива поселить во дворце Целую казацкую дивизию Меня не радовала Минута с точки зрения музейной Была самой неподходящей Для допуска в здание Малодисциплинированной массы В этот первый вечер Я отвел в кухонном коре Несколько комнат Керенскому, Краснову И высшим офицерам Строго изолируя центральный корпус И арсенальное коре Вся остальная дивизия Расположилась под открытым небом На экзорцир пляце Перед дворцом Лошади заменяли К казакам подушки Я не сомневался Что мне так дешево не отделаться Так и случилось Ночь за ночью От меня требовали Все новых и новых комнат И ночь за ночью Мне с помощью моих сотрудников Приходилось перетаскивать предметы Из одной комнаты в другую Некоторые офицеры Собирались за моим столом К счастью Я мог угостить их водкой Несмотря на бывшее В то время в силе запрещения Под предлогом реставрации картин Я получил пол ведра спирту И сам приготовлял свою водку В несколько дней Мой запас был исчерпан Я еще отдавал на площади Перед Балтийской станцией приказание Когда мне доложили Что Керенский уже находится В Гачинском дворце И требует меня для распоряжений Он настаивал На немедленном движении дальше Но с кем? Было у меня три сотни И два орудия Но вы сами видите Что сопротивления Никакого не будет Петроградский гарнизон На нашей стороне Сказал Керенский Я однако отказался Идти в разброд Надо было дождаться Подхода остальных эшелонов Послать разъезды К Царскому Красному и Петергофу И выяснить Что делается в Петрограде Я получил известие Что генерал Краснов Идет на Петроград Во главе казачьих полков Двинутых с фронта Что его войска Находятся под Царским селом И что Керенский в Гачине Чтобы присоединиться К генералу Краснову Надо было пройти Через линию большевистских войск И я переоделся рабочим Мой секретарь по Союзу Защиты Родины и Свободы Флегонд Клепиков тоже На заставу большевиков Броневой автомобиль И роту 4-го гвардии Стрелкового полка Мы наткнулись В Царском селе Не успели мы еще решить Что нам делать Как Флегонд Клепиков Уже выскочил из автомобиля И начал кричать На большевистского офицера Как вы смеете останавливать нас Мы Совет Союза Казачьих войск И едем к генералу Краснову Чтобы убедить казаков Не стрелять В своих братьев большевиков Не сердитесь, товарищ Вы свободны Сказал офицер С вами поедут Два наших полковых делегата Они вам помогут Когда автомобиль остановился Я взглянул на сопровождавших нас делегатов Они поняли свое несчастное положение И были бледны Как полотно Ну, товарищи Налево кругом И бегом марш назад К вашим большевикам Бросив винтовки Они как зайцы Побежали обратно Я прошел в штаб Генерала Краснова К вечеру 27 октября Я имел Три сотни девятого Донского полка Две сотни десятого Донского полка Одну сотню Тринадцатого Донского полка Восемь пулеметов И шестнадцать Конных орудий То есть Моих людей Едва хватало На прикрытие Артиллерии Всего казаков У меня было Четыреста восемьдесят Идти с этими силами На царское село Где гарнизон Насчитывал Шестнадцать тысяч И далее На Петроград Где было около Двухсот тысяч Никакая тактика Не позволяла Это было бы Не безумство Храбрых А просто глупость Но гражданская Война Не война На два часа утра Двадцать восьмого Октября Было назначено Выступление В два часа Мне доложили Что отряд готов В восьми верстах От Гатчины Остановились Впереди застава Рота стрелков Не пропускает Разговоры затягиваются Близок рассвет Я еду к заставе Сдавайтесь, господа Говорю я им ласково Уже сдают винтовки Говорит мне Командир Головной сотни Мы едем дальше С поля Из Наскара Нарытого окопа Подходят люди Несут И отдают Казакам винтовки Путь свободен В мутном свете Наступающего Хорошего Солнечного дня Показалось Царское село Опять остановка Дорогу Преграждает цепь Солдат много Не меньше батальона 800 человек Раздаются редкие выстрелы Наступает психологический момент От него зависит все дальнейшее Я приказываю энергично наступать А артиллерии Открыть огонь по казармам Там, подле казарм, живет моя жена Это знают многие Командир батареи Деликатно бьет на высоких разрывах Но цепи не отходят Опять выручают Енисейцы Идут в обход И цепи стрелков отходят Видны в конце шоссе Ворота Сарскосельского парка Там весь гарнизон Столпился у ворот Если они откроют Дружный огонь по нам То моих казаков сметет Но они не стреляют Похоже, что там митинг День настает А они все разговаривают Я сажусь на свою громадную лошадь И в сопровождении Адъютанта ротмистра Рыкова И двух вестовых Галопом едут туда Господа Говорю я им Не нужно кровопролития Сдавайте оружие И расходитесь по домам Офицеры соглашаются со мною И идут уговаривать стрелков Часть их около полка Густой колонной отделяется И идет вперед к нам Чтобы сдать ружье Другая бежит в цепь По опушке парка Стараясь охватить нас Солнце уже склонилось к западу О решительном натиске На царское село Не было не слышно ничего Тогда я поехал в отряд С твердым решением Вмешаться в самые военные действия Я нашел отряд Краснова Уже в самом предместе города Но не заметил Ни малейшего намека На военные действия Между осаждавшими И осажденными Шли какие-то бесконечные переговоры О добровольном подчинении О сдаче оружия и так далее Я послал генералу Краснову Одно или два Не помню письменных требования Немедля начать военные действия Против царского села Открыв артиллерийский огонь Сзади из Гатчины Мчатся автомобили Это Керенский Со своими адъютантами И какими-то нарядными Экспансивными дамами Керенский врезается в толпу Колеблющихся солдат Стоявших в двух верстах От царского села Автомобиль останавливается Керенский становится на сиденье И опять я слышу Проникновенный истеричный голос Осенний ветер схватывает слова И несет их в толпу Отрывистые, тусклые Уже никому не нужные И поблегшие Как осенние листья Казаки и несейцы Въезжают в толпу И силой отбирают винтовки Сзади подъехал наш грузовик И гора винтовок растет на нем Но у ворот царского Настроение иное Там учуяли нашу малочисленность И стараются Окружить нас С моего правого фланга Тревожные донесения На него Из Павловска Наступают цепи И оттуда стреляет батарея Я прошу Керенского Отъехать назад И вызываю взвод Донской батареи Которая не раз выручала меня В тяжелые минуты В настоящей войне Донские пушки Становятся на шоссе В какой-нибудь версте От цепей И громадного скопища Солдату ворот Царско-сельского парка Наступает Томительная тишина И вдруг Тах! 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 Затрещали ружья По нашему левому флангу Первая Раздалась команда Пли! И за первой Почти сливаясь Ударила вторая пушка И затихла Два белых мячика Разрыва Отчетливо сверкнули Над самыми головами Центральной толпы И будто Слизнули Они все это Море голов И блестящих Штыками винтовок Все стало пусто Вся эта громадная Многотысячная Толпа Метнулась в сторону И побежала Сломя голову К станции Требуя отправки В Петроград Казаки Стали входить В царское Солдаты гарнизона Не успевшие Убежать По железной дороге Попрятались В казармы Отказывались Выдать оружие Но и не предпринимали Ничего враждебного Против нас Казаки Почти без сопротивления Овладели станцией Железной дороги Подошли к Александровской И заняли радиостанцию И телефон Победа Была за нами Но Она съела нас Без остатка Судя по всему Под царским селом Где произошла встреча С силами большевиков Сопротивление последних Превзошло ожидания Офицеры Уставшие от боя Не хотели больше Ночевать снаружи И мне пришлось Уступить им Большую площадь Дворца Нежели я предполагал Как мог я Объяснить им Что в этом дворце С сотнями комнат Я не могу найти Для них места Центральный корпус И арсенальное коре Я считал Неприкосновенными И мне до конца Удалось защитить Эту позицию Но в кухонном коре Я уступал Комнату за комнатой Я клал по четыре По пять офицеров Каждую Они устраивались Как умели На диванах На креслах В окружении Керенского Вдруг появилась Личность О которой Много говорили прежде И должны были Много говорить Впоследствии Борис Савенков Весь день 29-го Прошел здесь В подготовке К бою Который Должен был Начаться На рассвете 30-го В понедельник Фронт Большевиков Проходил По высотам Пулково На правом Фланге У них Было Красное Село Оттуда Они могли Предпринять Обходное Движение Нагачину По донесениям Разведчиков Против Нас было Сосредоточено Не менее 12-15 тысяч Войск Всякого Рода Оружия Пулковские Высоты Были заняты Кронштадтскими Матросами Как оказалось Прекрасно Вышкаленными Германскими Инструкторами Мы Располагали Несколькими Сотнями 600-700 Казаков Превосходной На малочисленной Артиллерией Одним Блиндированным Поездом С полком Пехоты Подоспевшим Из луги Немного Правда Около Пятидесяти Воинских Поездов Преодолевая Всяческие Препятствия Пробивались Гачни С разных Фронтов Но ждать И медлить Было Уже Невозможно Большевистское Командование Лихорадочно Накапливало Силы И вот-вот Могло Перейти В наступление На следующий день 29 октября Керенский Решительно Отказался Сопровождать Войска Сражавшиеся За него Он оставался В своей комнате Лежа на кушетке И глотая Успокоительные капли Он внушал Мне такую Антипатию Что я воздерживался От более близкого Контакта С ним Краснов И его офицеры Были возмущены Его поведением Многие из них Громко говорили Что он же раз Предал Кавалерийскую дивизию И теперь Опять Ввел ее В заблуждение Среди казаков Начинал распространяться Сепаратистский дух Какое нам дело До России Керенского И большевиков Уйдем на Дон Туда большевики Не придут Те люди Которые шли со мною Были сильно утомлены Они двое суток Провели без сна В непрерывном Нервном напряжении Лошади Отупили Не имея отдыха Необходимо было Дать передышку Но мои люди Не столько устали Физически Сколько Истомились В ожидании Помощи Надежда На то Что кто-либо Подойдет за день И желание Лучше выяснить Обстановку Заставили меня Назначить На 29 октября Дневку В царском селе Офицеры Моего отряда Все корниловцы Возмущались Поведением Керенского Он обещал Дать помощь Но не только Не дает нам Посторонних войск Но и не может Принудить вернуть Корпусу части Входящие в него Его популярность Пала Он Ничто в России И глупо Поддерживать его Вероятно Под влиянием Разговоров С офицерами И казаками Ко мне зашел Савенков И предложил Убрать Керенского Арестовать его И самому Стать во главе Движения С вами И за вами Пойдут все Говорил мне Савенков Я знал Что Ставший Верховным Главнокомандующим И отдавший Приказ о немедленном Перемирии с немцами На каких угодно Условиях Я мог усмирить Солдатское море Но Конечно На это Я не мог Пойти Да и это Не спасло бы Россию От разгрома Была и еще Одна деликатная Сторона Дела Керенский Явился ко мне Искать у меня Спасения И помощи Я не отказал В ней Я не прогнал Его сразу Он был До некоторой степени В гостях У меня Он Мне доверился И арестовывать Его было бы Нечестно Неблагородно Не по-солдатски Свежий Осенний День То солнце То косой Холодный Дождь На западной Окраине Царско-сельского Парка Ввиду Александровской Станции Выстраивается Мой Отряд У Александровской Идет редкая Перестрелка Я Направляю Сотню Тринадцатого Полка по шоссе На Красное Село На деревню Сузи Сотню Девятого Полка На Петроградское Шоссе На деревню Редкая Кузьмино Полусотню На нижнюю Дорогу На Большое Кузьмино В обход Пулково Взвод На Славянку И к Колпину Ушли И у меня Почти никого Не осталось Броневой Поезд Продвигается По Варшавской Ветке К Петрограду Я ожидаю Донесений Не прошло И часа Как я получил Известие Что сотни Остановились У Сузи И Кузьмина Началась Перестрелка Я выезжаю В Кузьмино По нему Уже свищут Пули Приходится Слизать И идти Пешком Савенков Не отстает От меня Как бы рисуясь Своим Нахождением В цепях Часто Свистящие Пули Заставляют Исчезнуть С поля Битвы Каких-то Гимназистов Велосипедистов Офицера С двумя Барышнями Шедшими Из дач Посмотреть На бой Только Мужики И бабы С ребятишками Все не могут Понять Что это Не маневры И никуда Не уходят Офицеры Прогоняют Их Но появляются Раненые И настроение Меняется Редкая Кузьмина Пустеет Посторонних Никого Один Савенков Бесстрашно Ходит По цепям И смотрит В бинокль На Пулково С окраиной Деревни Редкая Кузьмина Где залегли Казаки Позиция Противника И вся местность До Петрограда Видны Отлично За редким Кузьмина Глубокий Овраг По дну Которого В осупях Голубой Глины Течет Река Славянка Этот Овраг Отделяет Нас От Большевиков За Оврагом Небольшая Деревушка Потом Пулково Все Склоны Пулковской Горы Изрыты Окопами И черны От Красной Гвардии Даже На глаз Можно сказать Что там Не менее Пяти Шести Тысяч Они То рассыпаются В цепи То сбиваются В кучи В бинокль Видно Что это Не солдаты Цепи Двух Видов Одни В черных Штатских Пальто Идут Неровно То подаются Вперед То бегут Назад Это Красная Гвардия Другие Одетые В черные Короткие Бушлаты Наступают Соблюдая Строгое Равнение Быстро Залегают Применяясь К местности Это Матросы Красная Гвардия В центре На Пулковой Горе Матросы По флангам Три Броневика Работают По шоссе Они Снабжены Пушками И Обстреливают Редкая Кузьмина Другой Артиллерии Пока Нет Моя Сила В артиллерии И броневом Поезде Я Расставил Батареи За Редким Кузьминым Одну Батарею Вызвал Совсем Открыто И Артиллерийским Огнем Держу Противника В почтительном Отдалении Один Из наших Снарядов Попал Подле Броневика И видно Как из него Убежала Команда А броневик Остался Стоять За деревней Сузи Утром 30 октября Генерал Краснов Приказал Своим Шестиста Казакам Перейти В наступление Штаб Его Был Перенесен Из царского Села В деревню Александровку Под Пулковом Троцкий Собрал Большие силы Я не знаю Сколько В точности Было Большевиков Но Во всяком Случа Их число Во много Раз Превосходило Число Сражавшихся Казаков Артиллерии У Троцкого Было Немного Но Огонь Его Орудий Был Меток И Александровка Обстреливалась Шрапнелью И Трехдюймовыми Снарядами Без Перерыва Очень Скоро Наступление Генерала Краснова Остановилось И Большевики Начали Свои Контратаки Эти Контратаки Производились Цепями Матросов Стремившихся Обойти Александровку Слева И Справа Единственная Сотня Находившаяся В резерве Передвигалась Постоянно С левого На правый И наоборот Фланг И сражалась Везде Где Большевики Начинали Теснить Казаков Наши Орудия Стреляли Не умолкая Это Не было Конечно Большое Сражение Но Оно Было Кровопролитным И Чрезвычайно Упорным Около Трех часов Дня Генерал Краснов Попросил Меня съездить В Гатчину Керенскому Попросить Подкрепление А когда Я вернулся К вечеру В штаб Застал В Александровке Совсем Другую Картину Чем Утром Артиллерий Артиллерийский Огонь Большевиков Стал Гораздо Сильнее Стреляли Уже Шестидюймовые Гаубицы Царскосельский Парк Обстреливался Частым Огнем Чтобы Попасть В Александровку Надо было Проехать Через огонь Заграждения Потери Казаков Были Очень Значительны В самой Александровке Свистели Ружейные Пули И где-то Очень близко Стучал Неприятельский Пулемет Но Генерал Краснов Краснов не отступил Еще ни на шаг И я нашел его В той же избе В которой оставил И только Когда стемнело И выстрелы Стали реже Он написал На клочке бумаги Несколько слов И передал мне Я прочел У нас нет Больше ни снарядов Ни ружейных Патронов Что Делать Я ответил Карандашом Отступать К гатчине И ждать Обещанных Подкреплений Генерал Краснов Мне сказал Я тоже Думаю так Потом он отдал Приказ Отступать В гатчине Нас ожидал Керенский Ранним утром 30 октября Началось сражение Под Пулковым В общем Оно развивалось Для нас Благоприятно Большая часть Большевистских войск Бросали свои позиции Как только Начинался обстрел Нашей артиллерии И при малейшем Натиски Казаков Но правый фланг Большевиков Держался крепко Здесь дрались Кронштадтские матросы С германскими Инструкторами И среди них Взяты были В плен люди Не говорившие Ни слова По-русски Или говорившие С немецким акцентом Генерал Краснов В полном порядке Отошел К гатчине Около Восьми часов Вечера Краснов Со штабом И в сопровождении Своих утомленных И возбужденных полков Визжал в ворота Гатчинского дворца Вечером Перед возвращением Краснова Ко мне Явилась депутация От так называемого Викжеля Всероссийского Исполкома Комитета Союза Железнодорожных Служащих С наглым Ультиматумом Вступить С большевиками В мирные Переговоры Под угрозой Железнодорожной Забастовки Это предательство Викжеля Делало наше положение Прямо трагическим Его железнодорожная Забастовка Отрезала бы нас От всех фронтов И от всех Идущих Подкреплений Когда генерал Краснов Пришел ко мне Я в разговоре Сообщил ему Об ультиматуме Викжеля И спросил его мнение По словам Генерала выходило Что при настоящих Условиях Для выигрыша Времени Лучше пожалуй Начать переговор О перемирии Это несколько Успокоит Казаков Которые более И более проявляли Ожесточение И недоверие К офицерству И даст возможность Дождаться Подкреплений В тот же вечер 30 октября Воспользовавшись Новым приездом Ко мне Моих друзей Из Петербурга Я на всякий случай Передал им письмо На имя Авксентьева Которым я вручал Председателю Совета Республики Права И обязанности Министра Председателя И предлагал Немедленно Пополнить Состав Временного Правительства Я считал Необходимым Написать Это письмо Чтобы сохранить Формально Бесспорной Преемственность Верховной власти Полученной Временным Правительством Из рук Последнего Законного Представителя Павшей Династии Не успел Я покончить С этим делом Как пришли Сообщить Что собрание Офицеров Находящихся В Гатчине Желает Настоятельно Чтобы бывший Управляющий Военным Министерством Савенков Был назначен Начальником Обороны Города Что они Ему доверяют И сейчас же Приступят К организации Защит Савенков Был мною Назначен Что вызвало Конечно Взрыв Негодования Против меня Слева И было В эту же Ночь Использовано Большевиками Как новое Доказательство Моей Контрреволюционности Известия Доходившие До нас В следующие Дни С театра Военных Действий Были Удручающие Сомнений Больше Не могло Быть Большевики Были сильнее Игра Была Проиграна И как следствие Этого Сознания Дисциплина Как среди Офицеров Так и среди Солдат С минуты На минуту Падала Я уже Потерял Контроль Над помещениями В них Проникали Кучками Где не хватало Мебели Располагались На полу Солдаты Наводняли Коридоры Входили в комнаты И штыками Писали на Картинах Сию картину Видел солдат Такой-то Только Исторические Комнаты Оставались Закрытыми Но Это было Лишь Относительным Утешением В кухонном Каре Было Еще Достаточно Ценных Предметов Приготовленных К укладке Около Часа ночи Я был В Гатчине Керенский Меня ожидал Он был Растерян Что же делать Генерал Спросил он Меня Будет Помощь Спросил я Его Да Да Конечно Поляки Обещали Прислать Свой Корпус Наверное Будет Если подойдет Пехота То будем И драться И возьмем Петроград Если Никто Не придет Ничего Не выйдет Придется Уходить Рано Утром На дворцовом Дворе Нашел Толпы Казаков И Среди Них Матросов Это Прибыли Переговорщики Они Вели Переговоры Не от Себя А от Таинственного Союза Железнодорожников Бигжеля Который Уговаривал Прекратить Братоубийственную Войну Это Было Последней Каплей Переполнившей Чашу Терпения Казаков Идея мира На внутреннем Фронте Казалась Им не менее Заманчивой Нежели Идея мира На фронте Внешнем Все Даже Самые Солидные Казаки Носились С этой Идею И находили Ее Прекрасной Утром 31 октября Я созвал Военный Совет Открыв Заседание Я дал Краткий Политический Обзор Событий Насколько Конечно Они мне Были Известны Затем Предложил Начальнику Штаба Осветить Военное Положение И сообщить О передвижениях Войск После этого Я поставил Совету Вопрос Следует ли Принять Предложение О переговорах О перемирии Или категорически Отвергнуть И продолжать Борьбу Только Вскоре Вскоре Ставку Была Совершенно Бессмысленная Бессмысленная Здесь он бросал Огромной ответственности Поручение Которое Только что Принял И ничего Еще Не сделал Смысл Его отъезда Был ясен Нам обоим И какие-либо Объяснения По этому поводу Излишни Около Четырех Часов Дня Комиссар Станкевич Выехал В Петроград А генерал Краснов К этому же Времени Сорганизовал Делегацию Для командирования Ее в Красное Село С целью Заключения Немедленного Перемирия На фронте Впредь До выяснения Результатов Поручения Станкевича Я Не мог Примириться С этим Позором После окончания Военного Совета Я остался С Керенским С глазу на глаз Я сказал ему Что вступая В переговоры С большевиками Он принимает На себя Ответственность Неизмеримую Я попросил Его подождать Хоть несколько часов Пока придут Подкрепления И предложил Ему съездить На автомобиле За ними И кроме того Проехать В расположение Польского Корпуса Генерала Довбор-Мусницкого И приказать Ему От имени Керенского Двинуть Свой корпус На Гатчину Керенский Мне ответил Подкрепления Не подойдут Мы окружены Вы никуда Не пройдете Большевики Вас убьют По дороге Я настаивал И Керенский Наконец Согласился Мне было Выдано Удостоверение На проезд В польский Корпус И тут же Был изготовлен Приказ На имя Генерала Довбор-Мусницкого Инстинктивно Все сжалось Во дворце Офицеры Звились В одну комнату Спали На полу Не раздеваясь Казаки Не расставаясь С ружьями Лежали в коридорах И уже Не верили Друг другу Казаки Караулили Офицеров Потому что И не веря им Все-таки Только в них Видели Свое спасение Офицеры Надеясь На меня Не верили И ненавидели Керенского Утром Вернулись Переговорщики И с ними Толпа матросов Наше перемирие Было принято Подписано Представителем Матросов Дыбенко Который И сам Пожаловал К нам Громадного Роста Красавец Мужчина С вьющимися Черными кудрями Черными усами И юной бородкой С большими Темными глазами Белолицей Румяной Заразительный Веселый Сверкающими Белыми зубами С готовой Шуткой На смеющем Сердце Физический Силач Позирующий На благородство Он очаровал В несколько минут Не только казаков Но и многих Офицеров Дайте нам Керенского А мы вам Ленина Предоставим Хотите Ухо на ухо Поменяем Говорил он Смеясь Казаки Верили ему Они пришли Ко мне И сказали Что требуют Обмена Керенского На Ленина Которого Они тут же У дворца Повесят Пускай Доставят Сюда Ленина Тогда и Будем Говорить Сказал я Казакам И выгнал Их От себя Большевистская Зараза Только тронула Казаков Как уже Были утеряны Ими Все понятия Права И чести В три В три В три В три В три Казакам Комитет Казакам Время Время Ему Надо Уйти Двор Был Полон Матросами И Казаками Но Дворец Имел И Другие Выходы Я указал На то Что Часовые Стоят Только У парадного Входа Как Невелика Ваша Вина Перед Россией Сказал Я Я Не считаю Себя Вправе Судить Вас За Полчаса Времени Я Вам Ручаюсь Выйдя От Керенского Я Через Надежных Казаков Устроил Так Что Караул Долго Не Могли Собрать Когда Он Явился И Пошел Осматривать Помещение Керенского Не Было Он Бежал Около Одиннадцати Часов Утра Ко Мне Пришел Генерал Краснов Если До сих Пор У меня Были Основания Подозревать Его То Во время Разговора С ним Эти Подозрения Превратились В Уверенность Краснов Старался Уговорить Меня Поехать В Петроград Для Переговоров С Лениным Он Убеждал Меня Что Под охраной Казаков Я буду В полной Безопасности Он Считал Что Это Единственный Выход Из Создавшегося Положения Вспоминая Теперь Прошлое Я Понимаю Как Трудна Была Миссия Генерала Который Конечно По Природе Не Был Предателем Около Полудня Мне Сообщили О Конечных Результатах Переговоров Было Решено Выдать Меня Дебенки А Казаков Пропустить На Дон Ко мне Пришли От Керенского С вопросом Соглашусь ли я Спрятать его Во дворце Или Помочь ему Исчезнуть Я Обещал Сделать Что будет Возможно В нужную Минуту Две Трети Дворца Еще Находятся Под Полным Моим Контролем Там Много Закоулков Старый Дворцовый Лакей Довстующий Императрицей Последней Обитательницей Дворца Мне Преданы Я Могу Рассчитывать На их Молчание Если Бы Пришлось Спрятать Где Нибудь Керенского На Сутки А Затем Вывести Его Незаметно Наруж Я Сидел За Завтраком Когда Позвали Идите Пора Керенского Сейчас Выдадут Он Должен Бежать Мы Входим В его Гостиную Его Там Нет Мне Говорят Что Он Переодевается В соседней Комнате Я Жду Время Проходит Наконец Сообщают Что Он Уже Ушел Шум И Крики Доносившиеся Снизу Усиливались Я Настаивал Чтобы Все Кроме Моего Личного Адъютанта Виннера Покинули Дворец Виннер И я Решили Живыми Не сдаваться Мы Решили Застрелиться В задних Комнатах Дворца В то Время Как Казаки И матросы Искали В нас В передних Комнатах Но Вот В то Время Как Уходившие Люди Попрощались Со мной Дверь Отворилась И на пороге Появились Двое Мужчин Одного Из них В штатском Я знал Раньше Другой Был Матрос Которого Я никогда Не видел Поторопитесь Сказали Они Не дольше Чем через Полчаса Разъяренная Толпа Будет штурмовать Вашу квартиру Снимайте Свою Походную Форму Скорее Через Несколько Секунд Я превратился В матроса Довольно Нелепого Вида Рукава Куртки Были Слишком Коротки А мои Коричневые Башмаки Совсем Не гармонировали С обмотками Матросская Шапка Была Слишком Мала И Торчала На макушке Маскировка Заканчивалась Выпуклыми Автомобильными Очками Я Торчат к китайским воротам, выходившим на дорогу к Луге. Мой побег был обнаружен минут через 30 спустя. За нами немедленно во всех направлениях были посланы автомобили. Но нам опять повезло. Мы увидели извозчика и предложили ему за хорошую плату отвезти нас к китайским воротам. От изумления он раскрыл рот, когда под конец поездки получил 100 рублей от двух матросов. Здесь нас ждал автомобиль. Я вскочил в машину и занял место рядом с офицером, сидевшим за рулем. Матрос сел на заднее сидение с четырьмя или пятью солдатами. Шоссе на Лугу было великолепно. Но мы ежеминутно оглядывались назад, ожидая появления преследователей. В случае погони мы решили использовать все ручные гранаты, лежавшие на заднем сидении. Наконец мы доехали до леса. Автомобиль тронулся и быстро исчез. Мой матрос пояснил. Видите ли, у моего дяди здесь в лесу есть домик. Он с тетей рады вас принять. Пойдемте. Это было началом моей жизни в лесном убежище, где я провел 40 дней. Это лесное имение принадлежало богатому торговцу лесом. В зимнее время оно было совершенно изолировано от остального мира, и полуразрушенная усадьба была почти погребена под снегом. Сын Беленького служил в гарнизоне в Луге. Он и был организатором моего побега из Гатчины. Казаки кинулись ко мне. Они были страшно возбуждены против меня. Раздавались голоса о моем аресте, о том, что я предал их, давший возможность бежать Керенскому. Но тут произошло новое событие, которое совершенно все перевернуло. К Гатчинскому дворцу в стройном порядке, сверкая штыками, подходила густая колонна солдат. Она тянулась далеко по дороге, идущей к Петрограду. Люди были отлично одеты. Это шел лейб гвардии финляндский полк. Неужели действительно помощь? Но за финляндцами шли матросы, за матросами Красная гвардия. В окна, сколько было видно, все было черно от черных шинелей матросов и пальто Красной гвардии. Тысяч двадцать народа заполнило Гатчину, и в их темной массе совершенно растворились казаки. Было ясно, что перемирие полетело к черту, и все погибло. Мы в плену у большевиков. Однако эксцессов почти не было. Кое-где матросы задевали офицеров, но сейчас же являлись Дыбенко или юный и юркий Рошаль, и разгоняли матросов. Дикою, разбойничью вольницу, смешанную, современную, разнузданную, хулиганщину несло от них. Шутки грубые, голоса хриплые. То и дело в комнату, где ютились офицеры, заглядывали вооруженные матросы. Несмотря на позднее время, всюду во дворце, по коридорам и комнатам, по дворам и на улице, при свете ламп и фонарей, споры и митинги. Я вошел в сношение с теми, кого в эту минуту можно было рассматривать как исполнительную власть. Я обратил их внимание на то, что следовало охранить имущество, отнятое у деспотов и принадлежащее отныне народу. Таким рассуждением я добился, что только служебные помещения, то есть все тоже кухонные коры, будут занятые, в то время как на двери, ведшие в исторические комнаты, были наложены печати. Зато в пожертвованной части здания все было предано разгрому. Там был ад. Множеством своих ярко освещенных комнат она резко отделялась от погруженной во мрак остальной части здания. В этом большом костре снаружи через окна было видно движение странных силуэтов, точно сорвавшихся с рисунков Жака Калло. Они сновали по коридорам, по комнатам, лежали по паркетам, кроватям, диванам, сдвинутым вместе креслом и стульем. Везде были видны тела, только тела, большинство пьяных. И над всем этим мелкой дробью сыпалось великое, могучее, правдивое, свободное русское ругательство, предавая этой чертовщине умиротворяющую ноту. Около часа ночи меня позвали обедать. Обед приходил к концу, когда в коридоре послышался шум. Громадные двери распахнулись на обе половины, и в комнату ворвалось несколько солдат и во главе их высоких, удащавый загорелый офицер с полковничьими погонами. Он направился ко мне и, становясь в величественную театральную позу, воскликнул. «Генерал, я вас арестую!» Он сделал паузу, обвел рукою кругом и добавил. «И со всем вашим штабом!» «Кто вы такой?» – спросил я. «Полковник Муравьев!» – торжественно заявил офицер. «Вы мой трофей!» В комнате стало тихо, но вдруг к самому носу полковника Муравьева протолкался бледный подвесаул Ожогин. «Я требую, полковник!» – кричал маленький Ожогин. «Чтобы вы немедленно извинились перед генералом и нами в том, что вошли сюда, не спросивши разрешения!» Муравьев презрительно скосил глаза. «Позвольте, пожалуйста, как вы, обер-офицер, говорите с полковником!» – начальственным тоном заявил Муравьев. «Вы забываетесь!» «Я председатель дивизионного комитета, выборный от пяти тысяч казаков. «И не мне с вами, а вам со мною нужно считаться!» – с иронией воскликнул Ожогин. «Муравьев опешил от такого стремительного натиска, а Ожогин таки сыпал. «Хороша, мол, честность большевиков! Хорошо их слово! Дыбенко клянется и божится, что никто и тронуть не смеет, а уже начинаются аресты!» Начался длинный бурный спор, потом помирились. Муравьев заявил, что он извиняется перед нами и сел за стол, а с ними его свита. Вдруг вспомнили, что где-то видались на войне, были вместе. И перед нами вместо грозного вождя большевиков оказался добрый малый армейский забулдыга полковник. И офицеры стали говорить с ним о подробностях боя под Пулковым и о потерях сторон. Спор о моем аресте был исчерпан, но множество вопросов было еще не решено. И ко мне в комнату пришли Дыбенко и подпоручик одного из гвардейских полков, Тарасов Родионов, с университетским значком. «Генерал», — сказал подпоручик, — «мы просим вас завтра поехать со мной в Смольный, чтобы решить, что делать с казаками». «Это скрытый арест?» — спросил я. «Я ручаюсь вам, генерал», — сказал Дыбенко, — «что вас никто не тронет. В десять часов вы будете в Смольном, а в одиннадцать мы вернем вас обратно». «Вы понимаете», — сказал Тарасов, — «или нам придется арестовать и разоружить ваш отряд, или взять вас для переговоров». «Хорошо, я поеду», — сказал я. Уже в сумерках ко мне вбежал какой-то штатский, с жидкой бородкой и типичным еврейским лицом. За ним неотступно следовал маленький казак десятого донского полка с винтовкой выше его роста в руках и один из адъютантов Керенского. «Генерал», — сказал, останавливаясь против стола, за которым я сидел штатский, — «прикажите этому казаку отстать от нас». «А кто вы такие?» — спросил я. Штатский встал в картинную позу и гордо кинул мне. «Я Троцкий». Я внимательно посмотрел на него. «Ну же, генерал!» — крикнул он мне. «Я Троцкий!» «То есть Бронштейн», — сказал я. «В чем дело?» «Ваше превосходительство», — закричал маленький казак. «Да как это можно? Я поставлен стеречь господина офицера, чтобы он не убег. Вдруг приходит этот еврейчик и говорит ему «Я Троцкий, идите со мной». «Офицер пошел! Я часовой! Я за ним! Я его не пущу без разводящего!» «Ах, как глупо!» — морщись сказал Троцкий и вышел, сопровождаемый адъютантом Керенского и уцепившимся в его рукав маленьким, но бойким казачишкой. «Какая великолепная сцена для моего будущего романа!» — сказал я, толпившимся у дверей офицером. «В 11 часов вечера в Царское, из Гатчины, без ведома Керенского и Красного, прибыла делегация от казаков в числе трех человек. Один офицер и два казака. С предложением вступить с ними в переговоры терять время было нельзя. Не ставя в известность Смольный и невзирая на протесты моряков против того, чтобы я поехал один, решаю выехать для переговоров в Гатчину. «Выезжаю с делегацией в час ночи, взяв с собой одного лишь матроса Трушина». «В час ночи, 1 ноября, в санитарном автомобиле по грязной дороге, без освещения, пробираемся к Гатчине. Около трех часов ночи подъезжаем к Гатчинскому дворцу. Навстречу выходит дежурный офицер и, обращаясь ко мне, спрашивает. «Вы кто?» — отвечают. «Я прибыл для переговоров с казаками». «Дежурный офицер, я должен арестовать и доложить генералу Краснову, что он прикажет, то и будет сделано». В этот момент группа казаков, следившая за разговором, стали между мной и дежурным офицером, заявляя. «Пусть большевики сами расскажут нам обо всем. Мы хотим знать, что делается в Петрограде». Тут же предложили следовать в казармы. Полумрак. Казармы переполнены только что проснувшимися казаками. Многие, свесив головы, посматривали на нас со второго яруса нар. Среди казаков в перемешку офицеры и юнкера, злобным взглядом осматривавшие с ног до головы пришельцев-матросов. Забравшись на нары, говорил, что временное правительство, так же как и царское, не стремится добиться мира и прекратить братоубийственную бойню. А советская власть ставит перед собою задачу немедленно добиться справедливого мира для всех. Прекращение войны, передача земли крестьянам, установление контроля над производством, отмены смертной казни на фронте. Предательское временное правительство не зложено. Весь гарнизон Петрограда, Балтийский флот, рабочие и ряд армий и городов поддерживают новое советское правительство. Попытка Керенского снова захватить власть бессмысленно и обречена на неудачу. «Станичники, не верьте им!» – злобно выкрикивают офицеры и юнкера. «Это предатели и изменники России!» Через час-полтора казармы уже не вмещают собравшихся казаков, офицеров и юнкеров. Митинг затягивается. Наконец, к восьми часам утра удается убедить казаков прекратить гражданскую войну и арестовать Керенского. Казаки согласны, но требуют сперва согласовать арест Керенского с казачьим комитетом. Около десяти часов собирается, наконец, казачий комитет, почти целиком состоящий из офицеров и юнкеров. Выйдя из зала дворца, обращаюсь снова к казакам. «Позвольте, ведь у вас офицерский комитет, а не казачий. Где же казаки в вашем комитете?» Перед дворцом в течение получаса происходят перевыборы комитета. «Долго убеждаю новый комитет в необходимости немедленного ареста Керенского, заявляя, что 12-й час на исходе, что я отпущен моряками до определенного срока, после чего моряки начнут обстрел Гатчиной и перейдут в наступление. «Мне предъявили контртребование подписать договор, в котором казаки отказываются от вооруженной борьбы с нами, но с тем, чтобы их пропустили на Дон и Кубань с оружием в руках. Мне нужно было выиграть время до подхода отряда моряков, чтобы Гатчину захватить врасплох. Одинаково старался выиграть время, очевидно, и Краснов до подхода ударников. Для достижения своей цели я решаюсь подписать договор. Выносится единогласное постановление об аресте Керенского. Цель достигнута». «Но через полчаса казаки пришли и сказали, что Керенского нет, что он бежал. Я поднял тревогу и приказал его отыскать, полагая, что он не мог бежать из Гатчины и скрывается где-либо здесь же». Вскоре после этого в Гатчину вступили финляндский полк и отряд моряков, «А через два часа юнкера и казаки были обезоружены». Оставался еще генерал Краснов. Надо было и его арестовать. В шесть с половиной часов вечера вместе с командиром финляндского полка мы вошли в кабинет Краснова. При нашем появлении высокий, сидеющий, красивый, со строгим и спокойным выражением глаз генерал Краснов поднялся нам навстречу. «Генерал Краснов, именем Совета народных комиссаров, вы и ваш адъютант арестованы. Вы меня расстреляете? Нет, мы вас немедленно отправим в Петроград». Слушаюсь. Арестованный генерал Краснов в автомобиле был отправлен в Смольный. « vic、 который был пожаем за парточком п». habe